Две недели назад к команде Центра защиты Одесситов обратилась пенсионерка Елена Мажук. Ее квартиру на Терешковой 33А регулярно затапливают канализационными нечистотами. Причиной тому старые канализационные трубы, которые уже давно не справляются со своими функциями и регулярно забиваются. Набирается мойка, она выливается, сначала идет в фонтан, потом бьет, и оно все сюда переливается. Если на работе, вот я 9 числа меня вызвали в час дня, я приехала по щиколотку, я тут плавала в нечистотах. Начиная с верхних этажей, кто пробивает, кто пандусом эту жировую пробку проталкивает, она застывает. А у нас, они сказали, дом старый, и вот эти вот канализационные трубы, они узкие. Коммунальщики о проблеме знают. Елена Семеновна не раз писала заявление в ЖКС Черемушки на имя директора Юрия Панкова. Однако просьбы Одесситки остаются без внимания. Когда-то они прочищали стояк, канализацию, начиная с чердака и до подвала. Сейчас они не хотят это делать. Для того, чтобы заставить коммунальщиков вспомнить свои прямые обязанности и прочистить канализационные трубы как положено, правозащитник Егор Прокопчук совместно с пенсионеркой направились к неконтролирующему работу подчиненных директору ЖКС Черемушки Юрию Панкову. Однако в очередной раз, в приемный день, его не оказалось. Пообщаться удалось лишь с заместителем Оксаной Белюченко. В обратную сторону идет вода из раковины. То есть постоянно звонит в ЖКС и ходит? В квартире канализация поднимается. Да, поднимается. В кухне забивается кухня канализация. Ну сейчас забито? Я же вызывала аварийку, прочистили, сейчас забито. Я прочищала, платила деньги. Оксана Белюченко по телефону связалась с начальником третьего участка Юрием Марциненко, который ранее проигнорировал обращение пенсионерки. Вы должны были в пятницу быть там и прочистить стояк еще раз. Завтра обязательно с утра направь туда сантехников, пусть они пойдут туда со старшим мастером. Там есть несколько ревизий. На девятиэтажках там, по-моему, три или четыре ревизии. Вот прочистите сверху одна ревизия, потом найдите, где следующая ревизия прочистите и пройдите весь стояк до подвала. Все, завтра ты мне доложишь, что вы сделали это все. Юрий Марциненко в очередной раз полностью проигнорировал распоряжение начальства. А Оксана Белюченко не проконтролировала его работу. Из всего, что пообещали в Черемушках, не было сделано ровным счетом ничего. Поэтому уже следующим нашим шагом стал визит в Малиновскую районную администрацию. С требованием, чтобы там повлияли на бездействующий ЖКС Черемушки. Нас приняла заместитель председателя Екатерина Михова. Две недели назад мы были в ЖКС Черемушки, там пообещали все прочистить. В следующий день пришел сантехник, выделил стакан воды в раковину и сказал, что у вас в порядке. Я вот иду на работу и не знаю, что меня дома будет ожидать, когда я приду домой. Я разберусь с вашей ситуацией. Спасибо. Спасибо большое. Когда примерно кисти? Я не могу сейчас сказать. Когда вы выйдете посудить? Ну, я всегда сразу выхожу. Я же никогда не затягиваю. Мне надо будет вызвать службу специальную, мне надо будет людей вызвать, правильно? Если это надо будет через месяц, у меня таких сроков в течение недели будет. Да, конечно. Центр защиты одесситов обязательно проверит, сможет ли Екатерина Михова помочь пенсионерке и наконец-то заставить своих подчиненных из ЖКС Черемушки работать. В графике работы коммунальных сервисов в первую субботу каждого месяца с 10 до 13 должен проводиться прием граждан. Специально для тех, кто не может попасть на прием в будний день. Об этом есть информация на официальном сайте города. Но зная на собственном опыте, как коммунальщики любят работать повседневно, команда Центра защиты одесситов решила проверить, ведется ли прием в положенную по графику субботу, которая выпала в этот раз на предпраздничный день 7 марта. За несколько часов мы объехали все ЖКСы, начиная с Таирова и заканчивая поселком Котовского. Результаты оказались интересными. В расписании коммунальных предприятий указано, что они ведут прием в первую субботу в месяц. Центр защиты одессита решил проверить это. ЖКС Черноморский, 10.30, закрыто, никого нет. В коммунальном сервисе Вузовский, куда мы направились вслед за Черноморским, в отличие от предыдущего учреждения, прием ввелся как положено. Правда, не директором, а главным инженером. Просто заглянули проверить в приемное время, кто есть из руководства. В Черноморском пусто у вас главный инженер. Следующим ЖКСом стал один из самых печально известных в городе – Черемушки. На официальном сайте города указано, что ЖКС Черемушки работает первую субботу месяца тоже. Почему-то Юрий Панков у себя отменил это правило. Почему так? Юрия Панкова, естественно, на месте не оказалось. Однако, к большому удивлению, прием все равно ввелся. Добрый день. Здравствуйте. Проверяем, как ведете прием в первую субботу месяца. Все, заместитель в Черемушках на месте. На месте, все в порядке, работаем. В ЖКСе Фонтанском мы застали только секретаря, которая попыталась уверить нас, что в связи с предстоящим праздником прием переносится. А что это вы выходной день? А сегодня приемный день, первая суббота. А вы не читаете указы, что суббота, воскресенье и понедельник выходной день? Нет, мы не читаем. Мы знаем, что переносится обычно в выходной день, переносится на первый рабочий. Покажите. О том, что прием переносится, жителей обязаны были предупредить объявлением. Однако ни в одном из восьми ЖКСов мы его не увидели. Так же, как и самого распоряжения об этом. В течение десяти минут секретарь не смогла найти документ. Я точно помню. Ну тут я не вижу. Все, уехал. Не удалось никого застать на приеме и в коммунальном сервисе Хмельницкий. ЖКС Хмельницкий закрыт, никаких объявлений, ничего нет. Едем дальше. ЖКС Портофранковский впервые за два года удивил нас. Правда, не грандиозным результатом проделанной работы, а присутствием в приемную субботу на рабочем месте директора Виктора Страшного. Мы просто проверяем прием в первую субботу месяца. Вы первый директор из шести ЖКСов, который оказался на месте. Вы говорите, что я всегда бесполковый. Нет, мы не врем. Мы говорим правду. Также приятно удивил коммунальный сервис Пересыпский. Здесь помимо заместителя был и сам директор Иван Козаченко. Добрый день. Центр защиты Одесситов. Проверяем, как ведется прием. Нормально ведется. Я смотрю, что у вас все на месте. Да, да, да. В отличие от коллег по Суворовскому району, не удалось застать никого из руководства в ЖКСе Северном. Здравствуйте, Аграрх. А кто из руководства, скажите? Только что директор уехал в райадминистрацию. Что вы хотели? Нет ни зама, ни директора? Нет. Просто сейчас приемное время? Да, я принимаю. А вы кто? А я начальник отдела. Но вы не заместитель? Нет, не заместитель. Результат проверки нас удивил. Виктор Страшный и Иван Козаченко оказались на своих местах. Хотя второй крайне редко бывает на работе в приемные дни. Подозреваем, что присутствие начальства в кабинете в первую субботу было связано с предпраздничным днем и некими корпоративными мероприятиями. Через месяц, в первую субботу апреля, Центр защиты одесситов снова проконтролирует работу ЖКСов города. По результатам нашей проверки оказались закрыты ЖКС Черноморский и ЖКС Мельницкий. В ЖКСах Фонтанском и в ЖКСе Северном не оказалось руководства ни директора, ни замов на месте. Почему сложилась такая ситуация? Ведь это единственный день, когда одесситы могут уделить время своей проблеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова